Доброго здоровья, с вами снова я. И это продолжение ответов на вопросы. Какие пути выхода есть из демиурга? В предыдущих видео я говорил, но повторю. Просветление — это приближение к выходу. К выходу из возможности переродиться в другом месте, на другой планете, даже в другом созвездии. Но вознесение — это ещё более глобальный и полный выход отсюда, при котором вы не теряете физическое тело, а совершенствуете его настолько, что он становится пятимерным. Вот, самый качественный и при желании безвозвратный выход отсюда. Вот, два выхода — Просветление и Вознесение. Так, освобождение от кармы или от вины, от чувства долга, от стыда, от этих отрицательных состояний, эмоций, я бы сказал. Тоже может, после смерти, если вы живёте, как все здесь, в пределах 100 лет, если вы освободились от всех отрицательных эмоций здесь, или взяли их под контроль, и плюс у вас нет кармических долгов, вы можете переродиться. То есть, вам выпадает выбор планет под вашу вибрацию, конечно, не на все вы сможете, а под те вибрации, которых достигли в момент смерти. То есть, что с собой сделали, чего достигли, с тем, ровно с такими же вибрациями. И подобно вашим вибрациям, сообщество под эти вибрации, которые могут жить на других планетах, вы и подходите. То есть, у вас выбор будет больше. Если вы на Земле больше никому ничего не должны, и освободились от привычек, пристрастий, то у вас может выпадать сразу выбор из десятка или более планет. но очень похожих на вас, или на ваше состояние на момент смерти, или последнее время перед смертью. То есть, скорее всего, вы переродитесь при полной свободе на другой планете при этом выборе. Но очень похожие условия будут на то, как вы здесь себя вели, что давали вовне, и что получали. Но всего лишь другая планета может быть. Выходит ли кто-нибудь из него? Конечно, выходит. Ваше желание и есть ваша карма. Пока вы их не реализуете, пока они касаются только этой планеты, этого измерения, или преимущественно этого, вы здесь и крутитесь. То есть, это же ваши выборы. Вы думаете, кто-то вас держит, но нет, вы же своими желаниями, привычками своими. Если да, то за какие заслуги? Заслуги. Неподходящее слово лично для меня. Свобода или отсутствие зацепок за людей местных, за потребления местные. Вот если вы за сколько-то лет до смерти или месяцев перестали есть и пить, то, к чему раньше привыкли, и вдруг свои привычки оставили, и питаетесь очень просто. Например, если питаетесь чуть-чуть растительной пищей, никакими приправами вкусовыми, не приправленными, то есть, если у вас и вообще, или вообще вышли на пранопитание или на сыро-фруктоедение, может быть, веганство, но в малой степени, то значит, у вас уже здесь еда не держит. Здесь ещё могут быть события, люди, эмоции, которые могут держать здесь. Если вы от этого тоже освободились, и вы свободны, и вы перемещаетесь по этому миру свободно, вы никому ничего не задолжали, то вот это и есть заслуги. То есть освобождение от привязанности и потребностей ко всем людям, существам, частичкам, вещам этого мира. Вот. Вот что вы, наверное, имели в виду под заслугами, или то, что я, например, вижу или понимаю, для выхода отсюда. Четвёртый вопрос. Можно ли соединиться со своей звёздной семьёй? Можно. Моего намерения достаточно? Для того, чтобы сделать зов или высказать во Вселенной, только для этого достаточно. Для воссоединения не хватает этого. Тогда бы все бы это делали и воссоединялись. Для разворачивания в эту сторону достаточно, но всего лишь разворачивания. И вам, когда вы это намерение высказали, вам будут подкидывать уроки или возможности идти в эту сторону. Когда вы соединитесь, это уже от вашей силы воли, от выполнения того, что вам подсказывают, зависит. Но это долгий путь для тех, кто здесь находится. Даже для меня. Хотя частично я с кем-то уже соединялся, на кого-то смотрел, с кем-то, кого-то вспоминал, но ещё не полностью. Это часто людей ждёт уже в вознесённом состоянии. До этого это путь. Они очень из высокой мерности. Интересна ли им такая мелочь из третьей мерности или из четвёртой? А, вы имеете в виду и существ высоких измерений 6-го, 7-го, 8-го? С этой семьей хотите воссоединиться? Ну, похвальное намерение, но к этим ещё дольше идти, чем к ближайшим, например, пятимерным, ну и некоторым четырёхмерным частям вашей семьи. Если вы наметили путь на высокие измерения, это очень долгий путь, но он интересен. Лично для меня это один, да, одна из целей, которую я не обязательно осуществлю в этой жизни. Или могу воссоединяться, но лишь на краткие мгновения и потом возвращаться в это тело. То есть, это может быть, чем выше измерения, тем меньше возможности, находясь в этом теле, выходя из неё в медитации, во сне, в углублённых состояниях. Чем выше измерения, тем меньше и труднее находиться в более высоких, и тем меньше по времени, по секундам даже мы можем находиться в самых высоких. Да и толку-то там находиться не так уж много, потому что чем выше измерения или чем дальше от нас, тем больше различий с нами, тем больше непонятностей и тем меньше участия в жизни друг друга. То есть, с высоких измерений может поступать только энергии, очень высоких. То есть, они могут вообще не участвовать в нашей жизни, просто энергия течёт, как соединение, потому что у них там своя жизнь, и мы друг друга не понимаем. То есть, это я говорю об измерениях одиннадцатом, двенадцатом. они, ну и оттуда может иногда быть внимание какое-то, но, знаете, как на микробов, в микроскоп, они могут посмотреть, полюбоваться там, как-то поучаствовать в нашей жизни и потом отключиться и переключиться на свою жизнь. Вот, я говорю о двенадцатом и одиннадцатом измерениях, к примеру. То есть, у них своя жизнь, свои заботы. и как у них там стоят дела, это очень большая разница. Им, в основном, не до нас, кроме тех ученых, которые занимаются, как мы, например, исследованием микробов и экспериментами над ними. То есть, если я интересен, то лишь тем, у кого здесь есть какие-то свои заботы, кто конкретно занят этим экспериментом, остальным не до нас. или очень редко до нас, у каждого в своё время, в качестве изучения, что такое есть, что есть ещё маленькие частицы. То есть, как мы проходим в школе, что есть микробы, атомы, молекулы. То же самое они, в касательной форме. Будут ли они ввязываться в космическую войну за Солнечную систему, которая идёт наверху, чтобы отвоевать свои частички. Но это очень грубо сказано. Мы воюем за микробов, за молекулы? Нет, мы изучаем. У нас их и так много, бесконечное количество. Что нам за них воевать? Так же они. И им за нас воевать ни к чему. Это вообще это личные наши здесь проблемы, война. Но не их. В высших измерениях думаете, есть война? Вот здесь. Есть какие-то разногласия, может быть, какие-то споры, но по поводу войны я не буду говорить ни да, ни нет. Вот возьму пример. когда вокруг нас бесконечное количество маленьких частиц любых, то мы не ведем, ученые не ведут войны за исследуемых молекул. Потому что они могут взять их вокруг столько, сколько им на всю жизнь хватит. Понимаете? вот ответ на вопрос воюют ли они за нас. Ученые между собой не воюют. Это делают военные, наши военные. Аз. Так, следующий вопрос. Ведь это для них такая низина или есть у них другие способы, как вытащить нас отсюда? Вытаскиванием отсюда занимаются особые специалисты. Тоже не все из них. Те, кому это интересно, для кого это страсть. то есть особые служители. Вот как с вознесенными мастерами, которые лишь некоторые, малая часть из них и вообще существ вознесенных, которые прожили множество жизней, как мы, остаются здесь лишь малый процент. Остальные все расходятся по своим интересам, перевоплощаются или продолжают возноситься, но в другие измерения, в другие места или продолжают жить. в достигнутых измерениях, но в других даже галактиках и даже вселенных. способы вытащить нас отсюда, ну, я знаю вознесение. Просветление это дорога к вознесению. Ну, вот два способа, которые может быть, есть другие, я не знаю, мало вероятно, что вы другие найдете. Или те, которые я перечислил в предыдущем видео, наверное. То есть, два основных, остальные, остальные это мечта. так, здесь я, наверное, завершу это видео и продолжу следующие вопросы в следующем видео. До следующих встреч! встреч!